Бесплатная реабилитация на берегу Каспийского моря подошла к концу. В течение двух с половиной месяцев здесь побывало свыше 500 медработников. Многие врачи, чтобы восстановиться после длительной и изнуряющей борьбы с опасной болезнью, приехали сюда из отдаленных районов Дагестана, а кто-то даже из соседних регионов. В течение недели каждая из семи смен поочередно проходила оздоровительный курс, состоящий из гидропроцедур, аромотерапии, дыхательной гимнастики и психологической реабилитации. Все за счет научно-оздоровительного центра. Это сказка. И на самом деле психологическая поддержка тоже была. Первый раз. Нам всем пришлось очень тяжело. Это было настолько страшно, что даже не хочется это вспоминать. И не хочется отсюда уходить, зная, что у нас опять же то же самое. За стенами этого прекрасного здания. Все эти процедуры проходили в рамках акции «Слава врачам», первый этап которой завершился. Но о полном сворачивании проекта речь не идет. Гендиректор комплекса заверяет, что на базе объекта готовы продолжить акцию только с привлечением спонсоров. Мы должны сейчас начинать эстафету. Мы ждем наших великих земляков, которые, я имею в виду и Дагестан, и России, которые могли бы первую эстафету взять. На сегодняшний день 44 профессора из разных государств на многих языках пишут нам письма, оказывают нам поддержку финансовую, кстати, уже три человека. И они просят сделать ее международной акцией. По итогам акции на базе комплекса организаторы провели научно-практическую конференцию, чтобы подытожить практику пребывания на своеобразном реабилитационном форуме, организованном для врачей-героев, где они обменивались опытом и узнали больше о неизведанной угрозе, которая сегодня нависла над нашим обществом. Более 140 врачей присутствовали в зале, привлекли к обсуждению и московских специалистов, говорили и о текущей ситуации с распространением вируса. К сожалению, положения в нашей республике не улучшаются. В больницах все еще есть пациенты с COVID-19. Ситуация сложная. При этом вот в эти дни поступают пациентам от 300 до 400. Я неоднократно говорил и сейчас повторюсь. Когда одномоментно взрывным характером поступают пациенты в клинике, конечно, очень сложно, очень тяжело медицинскому персоналу работать. И плюс ко всему, и внимания конкретному больному получается чуть меньше. И все эти запасы, которые есть по лекарственному обеспечению, по средствам нервной защиты, конечно, они от одной части могут уйти. Но при этом мы можем, конечно же, и беречь своих родных и близких, старших наших, и те, которые имеют хроническое заболевание, своим отношением, ответственным отношением. Акция «Слава врачам», в рамках которой медработники смогли отличься от главной проблемы сегодняшнего дня, стала для них отдушиной. А научно-оздоровительный комплекс «Журавли» – местом силы, на выходе из которого им удалось почувствовать новый заряд энергии. Перед каждым из них стоит и сегодня большая задача – защитить своих земляков от невидимого врага.